Итак, коллеги, добрый день еще раз. Давайте начинать. Мы рады приветствовать вас на нашем вебинаре. Меня зовут Александр Стародубов. Я руководитель проектов компании BI Consult. И сегодня мы с вами поговорим о рынке BI-систем в целом, так и основное внимание уделим такой продукции, как ClickSense. Глобально наш вебинар будет состоять сегодня из трех частей. Сначала буквально минут 15-10 краткая информация, теоретическая вводная в виде презентации. Затем основная часть минут 30-40 это будет демонстрация в живую системы. И в завершающей части я отвечу в такую секцию вопрос-ответ, где я постараюсь ответить на все возникающие вопросы. Поэтому, если по ходу сегодняшнего вебинара будут какие-то вопросы у вас появляться, то, пожалуйста, можете их направлять в чат. По окончании вебинара в секция вопрос-ответ, я по ним пройду и постараюсь на все на них ответить. Итак, что же такое BI, рынок BI. На сегодняшний день практически у всех крупных предприятий России есть какие-либо учетные системы, информационные, ERP-системы, такие как 1С, Oracle, SAP, Norwegian, ActSAPT и так далее, которые, в общем-то, справляются со своей основной задачей. Да, это крупные системы, даже формируют некую отчетность. А так как, как правило, в большинстве случаев в какой-то момент времени тех отчетов, которые предоставляют эти стандартные системы, уже не хватать. Плюс еще в каких-то случаях возникает потребность объединить данные из разных источников. И вот здесь как раз приходит компания «Пора использовать что-то из BI-инструментов», в частности, как, например, сегодня мы посмотрим систему Клик. Ну, то есть это те системы, которые, в общем-то, способны подключиться к различного рода источникам данных, загрузить оттуда необходимую информацию и предоставить ее пользователям уже в таком удобном, красивом, наглядном интерфейсе для последующего анализа. И на сегодняшний день, в общем-то, доступ к данным, он приобретает все больше и большее значение. То есть некоторое время назад пользователи получали данные в самом формируя некие статичные отчеты из учетных систем. Далее, там, скажем, руководство компании по запросу коллег просило им что-то предоставить, и готовили отчетность. На совещании приходили все с разным набором отчетов, долго спорили, почему именно, у кого более правильные данные. То сегодня, в общем-то, век информации, доступ к той информации, которая требуется, он просто необходим. И системы BI, они как раз заставляют пользователям такую возможность получать информацию быстро, удобно, наглядно, в нужном виде, именно в то время, когда это нужно пользователям. То есть он может находиться на работе в офисе, он может находиться дома, может быть, где-то в командировке, может быть, даже во время отпуска достает свой мобильный девайс, планшет или телефон, и получает ту необходимую информацию, которая ему нужна для дальнейшего анализа. И система Кликсенс, она способна подключиться практически к любому источнику данных, будь то учетная система, ERP-система, как я уже говорил, SAP, 1S, Amore, Cool, Navision, CRM-системы, хранилище данных, начиная вот от таких структурированных баз данных, и заканчивая различными веб-сервисами, такими, как самый известный Google Analytics, и заканчивая Facebook, YouTube и так далее. То есть все данные, которые есть, которые могут быть в дальнейшем проанализированы, они все являются источниками данных для Клика, и подключение к ним осуществляется достаточно быстро, удобно и комфортно. В случае, если мы говорим о каких-то специфичных системах, таких как SAP, Teradata, J1S, то для них есть отдельные коннекторы, которые позволяют полноценно с ними работать. О чем мы поговорим еще раз чуть позже, уже в практической части. И в том числе даже различного рода неструктурированные источники, такие как текстовые файлы, где фиксируются килибологи, могут быть использованы в качестве источника данных и могут быть превращены в такие удобные, красивые, наглядные картинки, графики, диаграммы, полностью интерактивные. Система Клик, в общем-то, занимает достаточно важное место на предприятии, где она используется. Это могут быть совершенно разные отделы. Это может быть, начиная от самого верхнего уровня, от топ-менеджеров компаний, которые получают набор дэшбордов, панели управления, с помощью которых анализируют свою текущую деятельность, строят какие-то прогнозы. И заканчивая всеми остальными подразделениями, финансы, производство, отделы сбыта, продажи, маркетинг. Все те подразделения, сотрудники которых работают с большим объемом данных, используют много разных источников, где есть потребность в анализе какой-либо информации, или какой-либо данных, вот здесь как раз и появляется инструмент BI с названием «Система Кликсенс», с которой мы сегодня и разговариваем. Сама система пришла в Россию где-то в 2009 году. Раньше она в России, к сожалению, не была представлена, но очень активно развивалась в Европе, в Соединенных Штатах. И вот, начиная с 2009 года, как раз очень активно стала развиваться и на территории Российской Федерации. На сегодняшний день уже более 40 тысяч клиентов используют эту систему, начиная от небольших предприятий и заканчивая крупными интерпрайз-компаниями уровнями «Газпромнефть», «Магнит», «Сбербанк» и так далее. Несколько слов о том, что отличает систему Кликсенс от других BI-систем. Первое, на что стоит обратить внимание, это то, что Клик – это иммемори-технология. Причем сам продукт в том или ином виде появился в 2002 году. С тех самых пор целенаправленно вендор развивает именно иммемори-технологию, то есть уже порядка 15 лет, изначально, планомерно, вендор делает упор на оперативной памяти. На сегодняшнее время можно уже с уверенностью сказать, что это было оправдано. И поэтому, поскольку вся работа осуществляется оперативной памяти сервера, то система показывает впечатляющую производительность. Если раньше пользователи достаточно много времени тратили на то, чтобы сформировать, грубо говоря, тяжелый отчет, и тратили на это минуты, часы, иногда даже больше, то теперь система Клик позволяет справляться с любой производительностью, и речь идет о секундах, то и даже в долях секунды, может быть, даже еще меньше. Второй отличительной особенностью является ассоциативная модель. Ее мы более подробно изучим и посмотрим уже в практической сессии. Ну и такие моменты, как визуализация. Здесь, в общем-то, все достаточно красиво, наглядно, современно. Это мы тоже посмотрим. Следующей отличительной особенностью является, несколько слов скажу об архитектуре, в традиционных системах мы привыкли видеть большевистские модели, формировать запросы, в частности, в АЛАП-Кубах. Кликсенс предлагает немножечко другой подход. Если мы говорим о классическом подходе, в томном виде сквозь запросов, то что делать сквозь запрос? Он из большого многообразия схемы данных выбирает оттуда набор определенных таблиц, которые связаны в запросе, обрабатывает их и пользователю дает некий результат. Один запрос – это несколько таблиц, которые были между собой связаны. Второй запрос – и получается такая история, что эти запросы, результаты исполнения этих запросов, они, в общем-то, никак с друг другом не связаны, они полностью независимы, и приходится делать, в общем-то, раз за разом, одно и то же, несколько таких разных запросов, и потом дальше уже данные одного запроса, объединять с данными другого запроса, вот идти таким путем. Да, клик предлагает несколько другой подход. Схема данных, модель данных клика, она связана между собой полностью, и любое действие пользователя, такое, как выбор чего-либо фильтров, томографики, видеограмме, это выделение пользователей, оно влияет на всю модель, всю схему данных, которая лежит под тем пользовательским интерфейсом. За счет этого, в общем-то, вся модель, она вся отрабатывает как единое целое, и пользователь должен осуществлять анализ данных не жестко так структурировано, сверху, вниз, внизу, вверх, а, в общем-то, в любом направлении, слева направо, справа налево, как это удобнее делать. Ну, мы посмотрим на практике. Таким образом, клик позволяет работать как с большими объемами данных, так и с не очень большими. Как правило, пользователи в компании пользуются разного рода инструментами. Кто-то видит дешборды, агрегирование верхнего уровня, кто-то кому-то требуется опускаться на средний уровень, более детально смотреть до клиента, до товара. Есть ряд пользователей, которым необходима совсем детальная информация, которые опускаются до чека, до проводки. И система клик, в общем-то, позволяет удовлетворить потребности всех этих категорий пользователей. Ну и несколько примеров, в данном случае, зарубежных, о том, как система клик, в общем-то, такие рекорды она ставит. Это миллиарды записей, которые были загружены, это десятки тысяч пользователей компаний. В России, в общем-то, уже есть компании, которые близко подбираются к тем цифрам, которые здесь представлены. То есть тысячи пользователей в рамках одной компании, это уже далеко не новость. И буквально два слова о нас. Мы компания Bayconsult, занимаемся системами клик с 2009 года, как только они пришли в Россию. То есть уже порядка 7 лет. Мы занимаемся этим достаточно успешно. На сегодняшний день у нас реализовано более 100 коммерческих проектов на этой технологии. И мы берем, в общем-то, полный цикл внедрения бейсистемы, начиная от лицензии, разработки под конкретные предприятия, задач, которые требуются реализовать, и заканчивая полноценным обучением, курсами, полный цикл проводим. И поскольку занимаемся этим уже давно и очень успешно, то сама компания Клик наградила нас несколько раз памятными сертификатами, признали нашу экспертизу в ритейле, в производстве. В общем-то, даже в мировой практике не очень много компаний могут попастать подобными достижениями. Ну и на этом теоретическую часть мы закончим. И давайте уже посмотрим на сам демонстрационный пример. Переходим к самому интересному. Сегодня мы загрузим несколько данных, несколько источников данных, я бы даже сказал. Свяжем это все в единую модель, построим на основе этого визуализацию и более внимательно и пристально посмотрим на то, как работает система. Работать мы сегодня будем с представленным на экране в настоящий момент набором наших источников данных. Это где-то Excel файлы, где-то CSV файлы. В качестве примера базы данных будет у нас использоваться Microsoft Access база. для того, чтобы можно было это все связать воедино и продемонстрировать из разных источников. Пройдемся немножечко по этим файликам. Здесь сегодня у нас будет представлена деятельность компании, которая занимается дистрибьюцией, занимается отгрузкой продукции в различные регионы, как России, так и СНГ. И мы посмотрим, поработаем с данными этой компаниями по продажам, отгрузкам и набор различного рода справочников. Данные по сотрудникам, данные по складам, по координатам, для того, чтобы можно было поработать с визуальной составляющей, именно с картами. Так, сейчас, одну секунду. Здесь появилось сообщение о том, что не все желающие смогли к нам в этот момент присоединиться, поэтому если кто-то сейчас нас покинет, то он может быть не сможет вернуться в текущую сессию, необходимо будет связаться с организаторами сегодняшнего митинга, придумаем, что можно сделать в подобных случаях. Так, запустив систему ClickSense, она сразу же предлагает нам либо создать новое приложение, что мы сейчас с вами сделаем, либо открыть одну из уже существующих, созданных либо нами, либо другими пользователями. Мы с вами создадим новое приложение, назовем его демонстрация. Например, нажимаем кнопочку Привет, все у нас создалось, открываем. После того, как открыли вновь созданное приложение, система нам предлагает экрана не видно, коллеги говорят. А сейчас? Продолжаем. В общем-то, первым шагом система нам предлагает подгрузить сюда данные. Делать это можно несколькими способами. Например, мы можем выбрать в соответствующий раздел добавить данные и сразу видим список различного рода систем источников, к которым можем подключиться. Основные, которые чаще всего на практике встречаются, это SQL-сервер либо база данных Oracle, в том числе и плоские файлы, с которыми мы будем сегодня работать. Это вот один способ, как можно подключиться. Второй способ еще более приятный, потому что практически все действия выполняются в режиме drag-and-drop. То есть мы берем наши исходные данные и мышкой перетаскиваем их на рабочую область системы. Отпускаем вот таким образом. Данные мы сегодня будем загружать последовательно, в этом свой смысл. И начнем мы с того, что подгрузим сюда сейчас несколько данных. Перетащили мы один файлик, видим небольшой превью, что содержится в этом файлике, в данном случае мы видим имя, фамилию наших сотрудников. Можем в этом же режиме конструктора проводить некоторые изменения, обрабатывать просто блицы, лишние строки убирать. Но у нас сегодня данные подготовлены достаточно хорошо, поэтому тратить на это время мы не будем и перейдем к более полезным вещам. Поэтому здесь мы нажимаем загрузить данные. Первый файлик наш продолжен, первый наш источник данных, дальше добавим еще 3С сотрудников, здесь все по одной схеме, мы видим, все у нас хорошо, поэтому никакого времени не тратим. Загружаем, получаем следующий файлик, переходим к нему, в данном случае возьмем склады отгрузки и сделаем ровно то же самое. Сейчас мы загрузили сюда три источника наших данных и в общем-то уже на основе этих данных можем посмотреть, построить пока визуализацию на основе ассоциативной модели, чтобы можно было их получше посмотреть. Интерфейс системы выглядит следующим образом, в центральной части это стартовая страничка, здесь представлены наборы раздела, пока всего только один, где будет содержаться наша визуализация и сверху управляющий меню с основными разделами. Разделы здесь по управлению данными, по загрузке, к некоторым из них мы перейдем, и вот самый простой пока раздел это та схема, модель данных, которая была автоматически уже построена. Мы видим, что мы подгрузили три разных источника, два из них уже между собой связались, в данном случае связь осуществляется в том случае, если поля называются одинаково, система интеллектуальная, поэтому автоматически их связывает. можем посмотреть небольшое превью, смотрели на одну табличку, на вторую, что мы подгрузили, что в ней находится. Связи мы можем сами перенастроить, ими мы будем управлять, перейдем к этому чуть позже. А сейчас на основе вот этой модели схемы данных, которая у нас пока в простом варианте получилась, построим самые основные вещи, чтобы именно понять, как выглядит ассоциативность. Нажмем всякий случай сохранить кнопочку. Возвращаемся в основные разделы, открываем наш самый первый лист, и дальше уже переходим именно в процесс формирования, в раздел для формирования визуализации. Это наше знакомое меню, которое мы уже посмотрели. И для того, чтобы зайти в режим разработки, мы нажимаем кнопочку «Редактировать». В левой части экрана мы видим уже те инструменты, которые нужны в разработке. Причем разработка здесь подразумевает собой не написание какого-то кода, а все делается мышкой в режиме drag and drop. Четыре основных раздела. Первый раздел, который мы видим, это доступные нам элементы визуализации, всевозможные графики, таблицы, диаграммы, которые мы можем использовать. Второй раздел, это уже встроенные более сложные элементы визуализации. Если раньше какого-то элемента нам не хватало, мы можем его самостоятельно написать. Вот здесь уже потребуются навыки разработчика. В большинстве случаев 99% хватает штатного функционала. С недавнего времени Клик включил еще несколько дополнительных объектов визуализации, чтобы расширить стандартные возможности. Третий раздел содержит те измерения показателей, которые мы можем создать, с которыми будем работать в дальнейшем. То есть если мы пишем какую-то сложную формулу в виде переменной мы можем один раз написать и дальше все время ее использовать во всех наших визуальных объектах. Последний четвертый раздел это те поля те данные, которые мы загрузили. Поэтому мы выводим сейчас просто в режиме drag and drop как раз то, что мы подгрузили. Мы выведем фамилию сотрудника, мы выведем здесь имя сотрудника, добавим сюда город и добавим сюда дом. Визуализируем данные из двух таблиц. Выходим из режима разработки, получаем интерфейс уже готовый к работе конечных пользователей. И в чем заключается принцип ассоциативности. я вижу сотрудников своих, я выбираю например Сергея, то, что я выбираю подсвечивается зеленым цветом, то, что я отобрал в фильтрах, то, что связано с моим выбором подсвечивается белым цветом, то есть выбрав Сергея, я вижу, что в моей компании работают как минимум четыре Сергея, у них разные фамилии. Я вижу серым цветом выделены те значения, которые с моим выбором никак не ассоциируются, то есть Те сотрудники, у которых другое имя. При этом, как пользователь, я продолжаю видеть весь массив данных, который у меня есть. Он только фильтруется у меня цветовым отображением. То, с чем я могу сейчас работать, что находится за грани моих выборов. То есть я могу дальше-дальше сужать выборку до того момента, как мне нужно. Например, я выбираю Сергея Печенкина. Я вижу, что сразу он живет в Санкт-Петербурге. Дометр номер 46. Ну и обратная ситуация. Я могу сбросить вот здесь все фильтры. Все, что я выбираю, оно подсвечивается в верхней части экрана. Я в любой момент времени могу изменить здесь. Я могу сбросить фильтры. И выбрав город Санкт-Петербург, я сразу вижу уже белым цветом. Мне подсветились те сотрудники, которые у меня живут в этом городе. Давайте теперь мы с вами добавим сюда же следующий набор данных. Уже будет немножко сложнее. Мы добавим координаты. А также в режиме Drag & Drop я перетаскиваю их в мою рабочую область. Но здесь я теперь нажимаю подготовить данные. Будем выполнять их профилирование. У меня открывается вот такая ассоциативная модель. Здесь мы видим шарики. Каждый шарик – это тот отдельный источник данных, который мы загружали. Отдельная табличка. Они между собой. Два из них уже были связаны, как мы видели по схеме. Мы добавили сюда сейчас этот шарик с координатами. Соответственно, мы можем его связать уже с имеющимися данными. Взяв, потянув за него мышкой, мы можем навести сюда, навести сюда. Система нам сразу показывает, насколько хорошее соответствие данных у нас получится, если мы их сюда добавим. Видим, что с этой табличкой вообще никак не связано. С этими уже чуть получше. В идеале должно быть все зеленым цветом подсвечено. Но мы изначально, в данном случае, знаем, что координаты мы хотим привязать к нашему справочнику складов отгрузки. Поскольку там есть регион, как раз именно их мы хотим визуализировать. Поэтому мы вот таким образом наводим сюда, и система их к нам связывает. Поскольку кое-какое соответствие она нашла. Вот эти два поля – регион в одном случае и регион отгрузки. А в другом случае она их связала. Соответствие не очень хорошее, потому что, например, мы видим, в одном случае у нас регион называется СПБ, в другом называется Санкт-Петербург. Необходимо в дальнейшем будет выполнить профилирование данных, настроить мэппинг. Если у нас останется время, мы обязательно это сделаем. Можем поменять связи по другим полям, связать, как нам это нужно. Если мы, например, связываем принудительно, как система сама догадаться не может, то в этом случае она вам скажет, что укажите мне, пожалуйста, более точно, по каким полям необходимо связать, потому что никаких соответствий найти не удалось. Таким образом мы загрузили сюда еще один набор данных. Нажимаем кнопочку «Плое дата». Как раз пошла загрузка. И можем перейти к добавлению еще одного нашего источника. Для этого мы переходим в раздел «Редактор загрузки данных». Здесь несколько секций. Первая секция сформировалась автоматически. В этом разделе как раз пишутся сценарии по загрузке, по обработке данных. То, что мы мышкой в режиме «Драк и дроп» добавляли источники, они сформировались в такую секцию, которая автоматом была сгенерирована. При необходимости мы можем ее поправить. Обращаю внимание на такой момент, что когда мы загрузили координаты, там были такие поля, как «Долгота» и «Широта», то система автоматически распознав их, сформировала из них уже координаты, которые мы можем в дальнейшем отображать на географической карте. Мы с вами добавим здесь еще один раздел, еще одну секцию, куда будем добавлять данные из нашей базы данных. Для этого мы создадим новое подключение. Видим набор коннекторов, с помощью которых можем подключаться в штатном режиме по умолчанию «Дота, DBC, OLEDB». Их хватает для 90% случаев. В данном случае мы будем подключаться через OLEDB. Для Microsoft Access будем использовать драйвер Microsoft Jet OLEDB Provider. Выбираем его, вводим параметры подключения. В случае со SQL-ем выбирается провайдер для SQL-сервера, вводится в матрии сервера, вводим пароль. Нам уже нужно указать именно источник, где находится наша база данных. Для этого мы скопируем путь. И точное наименование нашей базы вплоть до расширения. Выполняем тест. Тест у нас прошел, все хорошо. Создаем подключение. Нажимаем кнопочку. Все, она у нас есть. Дальше есть опция «Добавить строку подключения». Для того, чтобы, когда скрипт будет выполняться, система автоматически подключилась уже в этой строке подключения, в нужной нам базе. Ну и дальше идем уже в саму структуру. Здесь же мы опять можем в режиме конструктора посмотреть все, что находится внутри нашей базы. То есть мы видим набор таблиц, которые есть. Выбрав какую-то конкретную таблицу, мы видим набор полей, которые в ней присутствуют. Можем загружать данные из них. При этом здесь же уже можем удалять, либо добавлять различный набор данных. Структура базы данных, она, в общем-то, всегда выглядит примерно одинаково в таком случае. Что мы подключаемся к SQL-серверу, что мы подключаемся к хранилищу на Oracle, что мы подключаемся к 1С. Мы везде видим набор таблиц, и в этих таблицах есть поля, которые мы загружаем, с которыми будем работать. В случае с 1С мы видим набор регистров, справочников, документов, и каждый из них состоит из своих атрибутов. Мы выбрали сейчас набор тех данных, которые будем грузить, говорим «Вставить скрипт», и автоматически у нас опять же сформировалась вот такая секция. Обратите внимание на то, что она состоит из двух частей. Первая часть идет с оператором SQL-селект. Здесь, по сути, выполняется запрос на источники наших, на источники данных. Поэтому, если мы подключаемся к SQL-серверу, то здесь мы можем сформировать любой сложный средствой запрос, который отработает и выдаст нам некий результат, набор таблиц полей, которые будут вторым оператором ло, загруженную в систему ClickSense. Если подключаемся к Oracle, то SQL-запрос на языке Oracle формируем, и его результат опять же попадает в клик. В данном случае у нас автоматом эта секция сформировалась, и все, что ему нужно, это только нажать кнопку «Загрузить данные». И пошла загрузка, в первую очередь, из Microsoft Access. Мы видим, что было загружено 500 тысяч записей. Объем, может быть, и не супер большой, но даже если с ним поработать в Excel, то будет уже очень сильно неприятно. Данные прогрузились, и дальше переходим в соседний раздел, смотрим на модель схемы данных, что же у нас получилось. То есть она уже приобрела такие более красивые очертания. И обращаем внимание, опять же, на ту самую ассоциативность, отличительную особенность. У нас есть загруженная из базы данных основная табличка с нашими фактическими данными. Основные показатели там объема, стоимость некоторых разрезов, и набор справочников. И ассоциативность заключается в том, что если пользователь в каком-то объекте визуализации выбирает что-либо, например, в справочнике сотрудников, в фильтре сотрудников, он выбирает сотрудника, конкретную фамилию, одну или несколько, то клик работает следующим образом. В этой модели схемы данных выбирается тот сотрудник, который попал под выбор пользователя, и во всех остальных таблицах фильтруются строки, остаются только те значения, которые связаны с этим выбором. Они подсвечиваются, грубо говоря, белым цветом. Да, все остальные значения, они подсвечиваются серым цветом. И так это работает. И теперь можем перейти уже дальше в раздел визуализации. Всякий случай сохранимся. Попадаем на нашу стартовую страничку, которую мы уже видели, вот лист, который мы создавали один, создадим второй лист, вторую закладочку, перейдем в него, и попробуем уже создать именно визуальные объекты, визуальные графики. Для начала самую первую, самую простую стопчатую диаграмму. Здесь я хочу посмотреть, я, например, просто мышкой перетаскиваю ее в рабочую область, да, я хочу посмотреть по городам нашей продажи, да, я выбираю город, мышкой перетаскиваю, и хочу посмотреть объем. Да, я перетаскиваю, опять же, мышкой объем, в данном случае я хочу, чтобы он был как показатель, ну и по нему, конечно, рассчиталась сумма. Первый график готов, да, я хочу вывести там рядочком еще один, тоже график столбчатый. Да, здесь я хочу посмотреть по регионам отгрузки, например, да, я добавляю регион отгрузки, и хочу вывести, например, уже показатели стоимости. Добавляю стоимость, опять же сумму, выхожу из режима редактирования, снова получаю интерфейс конечный, с которым уже могут работать пользователи, и начинаю работать с ним. Ассоциативность, опять же, заключается в следующем. Если я что-либо выберу здесь, да, я, например, выберу там трех сотрудников, на самом деле четырех, вот у двух из них одинаковое имя, и перейду в соседний раздел здесь, то то, что я выбирал в соседней закладочке, оно отображается сверху в качестве фильтров, и распространяется на все объекты визуализации, да, то есть те графики, которые уже есть, мы видим, что они перестроились, здесь осталось всего четыре города, то есть уже отображается именно с учетом того выбора, который я сделал. Да, сбросив фильтр, вернусь в исходное состояние. Клик позволяет осуществлять выборку полностью интерактивно, в том числе и в любых графических объектах, да, вот таким образом я могу выделять интересующие меня области, могу выделять вот таким образом, двигать вот таким образом ползунки, да, нажимаю ОК, опять же перестроился этот график, этот график, либо я могу использовать там третий вариант, это инструмент ЛАСО, когда я хочу выбрать, скажем, вот эту область, плюс еще вот эту область, да, обратите внимание, график, все остальные все время перестраиваются. Да, нажимаю ОК, сверху я вижу, что у меня выбрано на текущий момент, у меня выбрано три мои города и несколько регионов отгрузки. Бросим фильтры, пойдем дальше, идем в режим редактирования, создадим нечто более сложное, а создадим мы с вами именно диаграмму распределения, где мы хотим посмотреть соответствие уже по двум показателям, например, мы хотим посмотреть, проанализировать наши товары, для этого я перетаскиваю сюда товары, и товары я хочу посмотреть по двум показателям. Объем, добавить как сумму, и стоимость, тоже добавить как сумму. Вот у меня соревновался еще один объект, выходя из режима редактирования, могу развернуть его на весь экран, для того, чтобы более подробно можно было посмотреть, и вращая колесико мышки, я могу увеличивать, приближать, удалять необходимую мне область. В тот же самый момент, вот когда я приближу таким образом, я вижу, что вот здесь у меня в ряд выстроились синие точки, а здесь синие точки, это означает, что есть набор значений, которые из-за увеличения масштаба не попали в ту область, которую я в данный момент анализирую. Ну и здесь же я могу, опять же, выделять различным образом те товары, которые мне более всего интересны, например, товары вот из этой области, да, я хочу проанализировать вот с этими, плюс еще хочу вот это вот исключительно, например. Да, нажимаю ОК, вот у меня добралось несколько товаров, и опять же, я вижу уже картину именно с учетом того выбора, который я сделал. Идем дальше. Сейчас мы с вами, раз уж мы загрузили координаты, то построим географическую карту, где мы можем посмотреть наши отбрузки в красивом визуальном формате. У продукта ClickSense есть встроенная карта, да, именно этот объект я сейчас и перетаскиваю, да, и здесь я хочу посмотреть, скажем, по регионам. Да, я перетаскиваю регионы, вижу, что, в общем-то, как-то у меня уже появилась, да, она интерактивная, на ней отображены координаты, которые были в нашем источнике данных. Да, я могу приближать, увеличивать, там более детально смотреть. Вернемся в режим редактирования. Так, чтобы было хорошо видно. Вернемся в режим редактирования. Да, я хочу, чтобы, во-первых, эти точки еще какую-то полезную информацию несли по ним, территориального распределения. Да, я хочу, чтобы они зависели еще от какого-нибудь показателя, например, от стоимости. Да, я перенесу просто показатель стоимости сюда, добавлю как показатель. И в этот момент точки, они уже изменяют свои размеры пропорционально показателю стоимости. А дальше я хочу еще какой-нибудь красоты навести. Если я выбираю какой-либо объект, то в правой части экрана именно для него попадаются, открываются дополнительные окно со свойствами, которые я могу изменять. которые мне доступны. Да, например, я хочу немножко изменить цвета. Хочу, чтобы не синий цвет, а изменялись там по показателю. Например, таким образом. Да, и все мои координаты уже будут разными цветами отмечены в зависимости от показателя. Либо я хочу изменить представление самой карты. У компании Клик есть отдельный набор по географическим картам, позволяющий значительно расширить стандартные возможности, которые мы сегодня смотрим. Это отдельная, на самом деле, большая тема для обсуждений. Я думаю, в конце февраля мы проведем еще один вебинар, где он будет посвящен именно уже формированию картографических решений. Но в штатном режиме, тем не менее, есть карта, которой мы можем пользоваться. Ну и, например, можем изменить подложку. Изначально был OpenStreetMap, карта использовалась. Можем использовать собственные карты в формате KML. Если у нас свои карты, если наши территории не совпадают с общепринятыми. Либо можем воспользоваться ссылкой, которая есть здесь. При нажатии на нее открывается сайт Кликсенс, сайт Клика. Где представлен еще дополнительный напор различного рода карт, которые мы можем использовать. Например, сейчас возьмем ссылочку на эту карту. Поместим ее в качестве подложки. И видим, что наша карта уже несколько преобразилась. Уже другие цвета, другие значения. Таким образом мы можем как нам больше нравится формировать ту геологитику, которая нам нужна. Идем дальше. Сейчас попробуем создать несколько табличных представлений. Для этого опять же возвращаемся в наше стартовое меню. На первом листе мы создавали фильтры. На втором листе мы сделали несколько графических объектов. Сейчас третий лист создаем. Здесь мы выведем несколько табличных представлений. Это может быть плоская таблица. Таким образом я опять же мышкой беру и перетаскиваю плоскую таблицу, где я хочу посмотреть в разрезе городов. Перетаскиваю города. Я хочу посмотреть такие показатели, как объем. Немножечко не туда. Необходимо, чтобы при добавлении какого-то объекта он оранжевым цветом таким образом подсвечивался. То есть именно ту область, которую мы хотим. Добавляю объем, ну и добавляю стоимость, например. На ту же самую стоимость. Берем сюда мышкой перетаскиваем. В правой части экрана можем настроить различного рода форматы, названия, заголовки, шрифты. Сейчас не будем это делать, времени маловато. Сделаем другую вещь. Это простая плоская таблица. Если мы посмотрим у нее как пользователь, двойным кликом по заголовку она насортируется. Клик над правой кнопкой можем ее экспортировать в Excel, CSV, в текстовые файлы, в том числе в PDF. Все функции по экспорту данных присутствуют. Второй вариант с таблички это сводная таблица. Здесь уже более похоже на сводные таблицы Excel. Здесь мы сделаем следующее. Более сложную структуру создадим. На верхнем уровне мы хотим от региона пойти. Смотрев на самом верхнем уровне регионы мы захотим пойти дальше посмотреть по фамилиям сотрудников. Добавляем фамилию сотрудника. Плюс еще мы хотим добавить детализацию совсем-совсем до даты. Поэтому перетаскиваем сюда еще дату. перетаскиваем ее. Добавляем дату. Мы хотим показать и вывести например тот же самый объем. Перетаскиваем объем. К нему хотим посмотреть сумму. Выходим из режима редактирования. Любой объект развернем на весь экран, чтобы нам было удобнее. И видим следующую картину. Вот такой приугал у нас сменировался. То есть мы кликаем на регион в самом верхнем уровне. Дальше попадаем на уровень сотрудников. Кликаем там сотрудников. Разворачиваем его до даты. И здесь мы можем формировать представление этой таблицы таким образом, чтобы перетаскивать и менять местами столбцы, строки, заголовки. Например, дату продаж. Мы отсюда мышкой возьмем и перетачиваем верхнюю часть экрана. Таблика у нас перестраивается. И теперь мы видим здесь следующую картину. У нас остались два уровня региона фамилия сотрудников. И дальше уже каждый столбик это отдельная дата. Ну и видим здесь результат показателей их деятельности. Опять же можем выгрузить эту табличку в Excel, CSV, PDF и смирать таким образом любого рода представления как в конструкторах. Зашли в режим редактирования, одно измерение отсюда убрали, добавили другое, посмотрели, что получается, перенастроили. И идем с вами дальше. А дальше будем создавать уже какие-то сложные вещи. То есть сейчас мы посмотрели именно как можно визуализировать те данные, которые у нас были в источниках. То есть мы их связали и визуализируем без каких-то сложных вещей. Да, дальше обычно возникает вопрос а как сделать различного рода расчетные показатели, вычисляемые поля, как сделать преднастроенные какие-то показатели, значения, как делать сравнение с предыдущим годом, предыдущим периодом, месяцем. Вот сейчас как раз это мы и сделаем. Для этого мы сначала вернемся в наш редактор скрипта загрузки для того, чтобы нашу дату сделать более правильной, более красивой. Обратите внимание на такой момент, мы загружаем из нашей базы данных поле дата, по сути дата в привычном формате число, месяц, год. Выглядит вот это поле дата продаж. Мы можем посмотреть, как оно выглядит, число, месяц, год. Мы хотим большую гибкость обеспечить, для этого воспользоваться различного рода операторами. Здесь на этапе скрипта сценария загрузки мы можем вносить любого рода изменения. В данном случае мы воспользуемся функцией год, где из нашей даты продажи мы отдельно преобразуем ее в год. Вот так и назовем год. А то же самое мы можем сделать с помощью функции месяц. ну и так назовем месяц. Сохранимся и выпустим, запустим выполнение этого скрипта, чтобы у нас как раз добавилось в нашей таблице факторов два дополнительных поля, год и месяц. загрузка у нас завершена, возвращаемся обратно. Вот наш третий лист, которым мы экспериментируем. здесь мы переходим в режим разработки. Табличку сделаем побольше. В полях, в списке доступных полей вот у нас дополнительно появились год, переносим ее в нашу рабочую область, дополнительно у нас появился месяц, также переносим ее в нашу рабочую область. И мы хотим добавить несколько полей вот в этой табличке плоской. мы хотим добавить сюда столбец со стоимостью, например, который бы всегда показывал значение только за один выбор, за 2016, например, вне зависимости от того, как бы мы еще что-либо выбирали в этом фильтре. мы выделяем данную область, переходим в свойства, видим здесь есть наш город, там два показателя, которые мы вывели, мы хотим добавить здесь еще одну колонку, это будет показатель, переходим в раздел функций, где нам предлагают написать какую-нибудь функцию для того, чтобы наш новый показатель появился. Здесь я сейчас напишу, потом прокомментирую, здесь у нас будет использоваться такой синтаксис. синтаксис. при этом система нам в общем-то автоматом подсказывает правильный синтаксис, который должен быть использован в случае, если мы пользуемся таким оператором. Если все с точки зрения синтаксиса мы написали корректно, то здесь загорается кнопочка окей, говорим apply, выходим из режима разработки, вот у нас появился еще один показатель, который нам отображает значение нашего показателя объем, но всегда строго за 2016 год. То есть если мы выберем фильтр 2013 год, то здесь никаких ограничений не накладывали, здесь будут данные за 2013 год, здесь видим четко зафиксирован 2016 год. То есть если мы выберем 2016 год, то эти значения у нас впадут, и здесь 16, и здесь 16, видим цифры одинаковые. Выбрав 15, 16, два года вместе, в первом случае нам показывает значение суммарно за два года, а здесь строго фиксировано 2016 год. Таким образом мы можем из всего того множества значений, которые у нас есть, фиксировать какие-то конкретные срезы-разрезы, конкретного сотрудника, конкретное подразделение, конкретный период. То есть открываем страницу, и у нас сразу показатели за последний день, автоматически за предыдущий день, автоматически сразу же с начала года нарастающим и далее. По всем этим функциям, операциям, которые есть, можно посмотреть в справке. Прямо с стартовой странички есть раздел help, он, кстати, доступен по адресу help.click.com, есть даже на русском языке большинство разделов. Правда, подзадумался. Здесь очень подробно можно посмотреть все разделы, как и написание синтаксиса, формул, редактор скрипта, администрирование, и все-все эти разделы подробно там представлены. Как работать со множествами, как более сложные вещи делать с помощью клика. Добавим сюда с вами еще один разрез, еще один, скажем, столбец. Мы хотим сюда добавить, у нас уже несколько здесь есть, добавим еще одну колонку. Опять перейдем в режим функции. Здесь мы сейчас попробуем сделать долю строки от общего. Сейчас поясню подробнее. Делим на следующую конструкцию здесь. И вот такого рода напишем Total пробел здесь объем скобочку закрываем на синтаксисе. Все хорошо. Берет кнопочку ОК. В данном случае мы делим будет считаться построчно на объем, который есть в строке, делится на общий объем. Выглядит это следующим образом. Уходим из режима редактирования. Давайте немножко раздвинем, как лучше было видно. и сделаем это в процентах. Вот наш показатель, заходим в его настройки, меняем с автоматического на number, здесь выставим процент, выходим из режима редактирования и видим следующую картину. Построчно берет долю объема Екатеринбурга, делит на общую и получается, что Екатеринбург у нас занимает 14%. Липецк его вклад в 5%. Из всего по компаниям и всего по городам 100%. Вот такая картина у нас сформировалась. Таким образом мы можем какие-то более сложные вещи здесь формировать с учетом наших выборов, которые осуществились. И еще что хотелось бы сегодня показать, это вариант презентации. Очень часто возникает ситуация, когда на собрание приходят и половину времени прачат на выяснение того, у кого же из сотрудников более правильные данные оказались, готовятся различного рода презентации. Например, мы возьмем данные в фильтрах выберем Москву, возьмем скажем 16-й год, вот он асформировался в фильтрах, это все есть. И дальше делаем несколько снимков. При наведении на любой объект возникает такая иконка с значком под аппаратом, мы сделаем снимок нашей таблички, сделаем, перейдем в соседний раздел, сделаем снимок такого графика, сделаем снимок такой диаграммы. Тоже наведем, нажмем в топор, дальше переходим в такой раздел, здесь есть истории, мои истории, создадим новую историю, сейчас называть мы никак не будем, просто создадим. Это такой аналог PowerPoint, то есть у нас есть набор слайдов, первый слайд, там добавим второй, третий слайд добавим, ну и сюда в виде опять же PowerPoint, добавляем как раз те снимки, которые у нас были. В первую очередь мы видим сюда наше табличное представление, добавим сюда же заголовок, например назовем это результат по Москве, делаем посерединке, поярче, на втором слайде мы разместим наш второй снимок, например вот эту столбчатую диаграмму, сделаем для нее какие-нибудь пометки, например хотим выделить особое внимание на череповец, он нам больше всего понравился, пометили его, особое внимание обратить. Ну и третий слайд это будет наша пузыряковая диаграмма, здесь мы тоже хотим выделить скажем какую-то область таким образом и подсветим зеленым цветом, здесь все хорошо, тоже надо бы более пристально обратить внимание сюда и нажимаем кнопочку play, запускаем, каждый пользователь может создавать такие истории для себя, потом демонстрировать их коллегам, и если мы смотрим на каком-нибудь компьютере мониторе с мышкой, то мышкой пролистываем те слайды, которые у нас получились, если мы это смотрим на планшете, например, то пальцем опять же в режиме touch, вот так их пролистываем смотрим. И важный момент, важная особенность, то, что в любой момент времени мы можем кликнуть правой кнопкой на объекте и выбрать опцию и перейти к источнику. В этот момент у нас откроется приложение именно с тем набором фильтров, который был установлен в момент когда мы делали снимок экрана, именно тот объект, который мы решили детализироваться. Здесь же рядышком мы можем посмотреть соответствующие остальные графики, более детально посмотреть, проанализировать картину. От итогов красивых презентаций перейти к деталям транзакционным. При необходимости нажимаем кнопочку return и возвращаемся обратно на то место, с которым мы прервались. Так. Нажимаем кнопочку сохранить. Вот таким вот образом. Так. Ну, в принципе у нас как раз час уже закончился, поэтому из таких основных моментов, что хотелось сегодня осветить, показать, мы, пожалуй, все сделали. Подгрузили несколько разных источников, сформировали простую визуализацию, потом несколько более сложных вещей, посмотрели, как это работает. И сейчас как раз готов пройтись по вопросам. поэтому если возникли какие-то вопросы, то прошу их сейчас направить в чат. Если какие-то вопросы, к сожалению, пропущу, то готовы будем дополнительно на них ответить. Так, с SQL аналогично дополнает вопрос я уже отвечал в рамках демонстрации. В каком виде видят отчеты конечный пользователь? Конечный пользователь, он видит их ровно в таком виде, как сейчас это представлено на экране. Вот конечный интерфейс пользователь. Он заходит, у него также набор закладочек, вот у него эти отчеты, которые либо коллеги-разработчики сделали, либо он сам, они все кликабельные, он начинает здесь кликать, выделять области, перемещаться, он все красиво мигает, перестраивается. Вот это интерфейс конечного пользователя. В чем отличие между ClickView и ClickSense? У нас в прошлом году проходило несколько вебинаров на тему отличий ClickView и ClickSense, это достаточно большая тема, если совсем кратко отличается, то это по сути два разных продукта. У них общее назначение в том, что и Тур, и ТО, и ТО, и ТО, и ТО, подход по работе с данными и подключению к источникам они примерно одинаковые, совершенно разная у них визуализация, и они предназначены для решения различного рода задач. То есть, если мы говорим о каком-то сценарном использовании, где у пользователя есть набор графиков, картинок, четко должен по ним идти, именно что называется сценарный подход, то здесь ClickView больше подходит. Если необходима аналитика для пользователей, где они сами что-либо делают, что называется ориентированное на конечного пользователя, как мы видим в режиме drag and drop, все перетаскивается, это легче и проще делать в ClickSense, чем в ClickView. Те, кто не знает, поясню, что у компании Click есть два продукта, ClickView и ClickSense. Сегодня мы смотрим ClickSense. Это если очень кратко отвечать на этот вопрос, если отвечать подробно, то нужен отдельный вебинар. При изменении первичных данных необходимо заново загружать данных, автоматическое обновление отсутствует. Здесь смотрите, то, что мы сегодня смотрим, мы именно подключились, забрали данные, на их основе построили визуализацию. Именно в однопользовательском режиме, я на своем ноутбуке взял, подключился, все настроил. Если говорить о промышленном использовании, то ClickSense представляет собой клиент-серверную архитектуру. То есть мы сегодня только клиент-серверную архитектуру. Серверная архитектура – это то, что устанавливается на сервер, где будут выполняться все расчеты. И, соответственно, такие вещи, как расключение прав доступа, автоматическое обновление данных, инкрементальная которая обновилась в источниках данных с момента последней загрузки. Это все, конечно, серверные технологии, это все делается там. Поэтому в полном объеме у Sense это все присутствует, но вот именно в серверной комплектации. Ее мы сегодня не затрагивали, не рассматривали, потому что тоже очень большая отдельная тема. И первая часть вопроса. При изменении первичных данных необходимо заново загружать данные. Но здесь вопрос не совсем понятен. То есть у нас в источнике изменились данные, если мы не хотим, чтобы у нас в биосистеме они изменились, то можем и загружать. Будем работать с тем, что есть. Если мы хотим, чтобы у нас в биосистеме здесь в интерфейсе отображались именно актуальные данные, то при изменении чего-либо в источнике их необходимо загружать. На практике, как правило, обновление данной системы осуществляется с необходимой периодичностью по расписанию. Чаще всего, в процентах 90 случаев, достаточно ночного обновления раз в день, то есть пользователи с утра приходят и по состоянию на вчерашний день они уже анализируют информацию с начала года, нарастающим итогом, все, что им нужно. В некоторых случаях возникает необходимость анализировать данные, которые час назад появились, в таких случаях автоматическое обновление настраивается чаще, но опять же по расписанию. Только десктопный клиент. Сегодня мы смотрим десктопный клиент, это на пользовательский, в общем-то полноценной функциональной версии десктопного клиента нет, вся работа осуществляется через браузер. Сейчас мы попробуем открыть вот таким образом. Я открываю браузер, ввожу там адрес, подключаюсь к серверу. Я вижу вот ровно все то же самое, то есть интерфейс он полностью точно такой же. Мы с вами сегодня создавали здесь, сейчас посмотрим, вот то, что мы с вами создавали сегодня. Я открываю это в браузере, вижу все ровно то же самое. Вот первая закладочка с набором фильтров. Могу идти дальше, посмотреть, дальше и дальше, потому что вот этот бестопный клиент это не что иное, как веб, просто для демонстрации оболочку Windows запихнут, а так пользователи работают именно с такой веб-структурой. Да, здесь все то же самое. Вот второй лист. Здесь таким же образом работают все фильтры, все уделения, все графики. Можно развернуть и так далее. Так, дальше. Для пользователя нужно установленное ПО или есть просмотр, сохраненный через свой браузер. Ну, еще раз повторюсь, ПО, которое устанавливается, это вот именно в рамках демонстрации, да, полноценная рабочая, никакой ПО не используется, вся работа осуществляется с пользователями только через браузер. Конечный пользователь не в офисе, как... Вопрос про веб-интерфейс. Конечный пользователь не в офисе, как он может обратиться к данным. Пользователь, находящийся не в офисе, обращается к данным через веб-интерфейс, да, с того устройства, которое у него есть с собой. Да, если у него есть с собой ноутбук, он открывает ноутбук, там браузер запускает браузер, подключается к серверу Кликсенс, который в вашей же организации находится, где находятся все те разработки, которые есть, и подключается. Если он использует мобильное устройство, там планшет, телефон, то там, как правило, тоже есть веб-браузер, в случае с айфонами, в флотской продукции, например, Safari, там точно так же открывает браузер Safari, вводит адрес, подключается, осуществляет аналитику. Опять же, при условии, что по политикам безопасности, да, ему IT-сотрудники предоставили такую возможность. То есть технический Клик позволяет предоставлять возможность пользователям совершенно различной степени удаленности, да, все зависит от политики внутри компании, да, для того, чтобы можно было изменить это все посмотреть. Так, коллеги, еще какие-нибудь вопросы? Так, ну, похоже, что вопросы на сегодня закончились. В любом случае, если возникнут вопросы, можно будет связаться со мной напрямую, сейчас на экране представлены мои контакты, либо через моих коллег, которые как раз организовывали сегодня мероприятие, направляли приглашение. Думаю, что вполне можно и к ним также обратиться. Вот, на этом тогда, на сегодня мы закончили. По поводу записи, запись вебинара, да, будет. Ее также можно будет получить у коллег. Вот, на этом тогда все. Спасибо большое за внимание. Надеюсь, было полезно и интересно. Вот, хорошего дня. До свидания.